Острое жало Черноморской осы Острое жало Черноморской осы Зенитный ракетный полк Черноморского флота блестяще отработал задачи учебных стрельб на государственном полигоне. Эти степные пейзажи за годы учений и тренировок стали для многих зенитчиков и вооруженных сил почти родными. Капустин Яр Не один десяток раз выполнял здесь задачи практических стрельб и кавалер ордена мужества полковник Игорь Волков. Уже в качестве командира полка он за три с половиной года побывал здесь в шести командировках. Особое положение полигона позволяет проводить боевые стрельбы в любое время года, в различных климатических условиях, рассказывает полковник Волков. Вот почему плотность стрельб тут чрезвычайно высокая. Зенитный ракетный полк ЧФ на страже родного неба стоит с марта 1946 года. Задачи во все времена были ответственными. Не становится их меньше и в наши дни. Сегодня подчиненные полковника Игоря Волкова несут боевое дежурство по охране Крымского моста, прикрывают с воздуха главную базу ЧФ. Четко отрабатывают они и программы полевых выходов на полигонах, при выполнении боевых стрельб. Точка. Вспоминая Капустин Яр, дни минувшего учения, зенитчики прежде всего отмечают сложные климатические и природные условия. Въедливая пыль, раскаленная под жгучим солнцем степь. Столбик термометра подбирался к отметке 45 градусов. Временами казалось, что находишься не в поле, а в жарко натопленной сауне. Прежде чем приступить к практическим стрельбам, зенитчики были основательно протестированы по теории. Сдали зачеты на знания мочасти, на соблюдение мер безопасности, выполнили нормативы. Боевая подготовка была и остается в жизни этого полка главным приоритетом. Прошли зачетные учебные стрельбы. Они, как предписано программой, выполняются в разное время суток, как днем, так и ночью. На стартовые позиции выдвинулись в 4 часа утра. Зенитные ракетные комплексы плюс транспортно-заряжающие машины. Зачетные учебные стрельбы выполняются по тематике отражения авианалетов. Для этого нужно своевременно обнаружить цели, взять их на сопровождение, после чего условно поразить. Все это было лишь прелюдией к главному экзамену, нанесению ударов ракетами ЗРКСА по воздушным мишеням, обозначенным ракетами САМАН. Кроме того, нужно было уничтожить цели из ПЗРК «Эгла», обеспечив тем самым защиту своих ЗРК. То есть экзамен этот еще и потому сложный, что комплексный. Но черноморцы всегда проходили испытания копярам успешно, и это стало уже традицией. Игорь Викторович из военной династии. Сын офицера, тоже командира полка, участника войны в Афганистане, кавалера ордена Красного Знамени, он военную форму примерил еще мальчишкой, став воспитанником Киевского Суворовского военного училища. Его он окончил с отличием. Как, кстати говоря, и высшие учебные заведения Оренбургское высшее зенитное ракетное командное краснознаменное училище имени ГК. Ардженекидзе, а затем и военную академию войсковой ПВО. Прошел все основные ступени службы от командира взвода до комполка, служил в Московском и Приволжско-Уральском военных округах в Таджикистане. Принимал участие в боевых действиях, отмечен наградами. Можно сказать, что по командиру, как по камертону, настраивались его заместители, которые, что называется, транслировали командирскую волю подчиненным. Кроме того, успеху способствовало и то, что в преддверии поездки на Капустин-Яр в части прошли многочисленные тренировки, были организованы специальные занятия. Использовалась учебная база полка, а кроме того, действия отрабатывались в районе Качи и полигона Апук с привлечением авиации Южного военного округа и морской авиации ЧФ. Вообще надо отметить, что боевая подготовка была и остается в жизни этого полка главным приоритетом. Семимильными шагами идет и становлением молодых офицеров. Даже малейшим сомнениям не подвергаются здесь жесткие требования командира, они основаны на его глубочайших знаниях и опыте. Да к тому же он и сам трудится наравне со всеми, засучив рукава. «Мы должны были поразить две мишени Саман», вспоминает прошедшие стрельбы на полигоне Капустин-Яр полковник Игорь Волков, тремя ракетами. И задача оказалась весьма сложной в силу постоянно меняющейся тактической обстановки. При отражении удара воздушного противника было задействовано большое количество авиации. Самолеты взлетели с нескольких аэродромов. В воздухе одновременно находилось от 25 до 40 целей. Зенитчики брали их на сопровождение и уничтожали электронными пусками. После чего наступала очередь реальных боевых стрельб. В небо устремлялась ракета-мишень Саман. Сложность в том, что у этого объекта малая отражающая поверхность и ракета находится в зоне поражения очень короткое время. Тут все лишают секунды. Замешкался, значит, проиграл. Подчиненные командиров первой и второй батареи капитанов Дмитрия Буханькова и Андрея Хромеева сработали на отлично. Не зря же вторая батарея уже два года как носит титул ударной. Прекрасно выполнили свои задачи и начальники расчетов лейтенанты Максим Тряпышко и Сергей Слесарев. Есть контакт, докладывает оператор младший сержант Евгений Ситников из расчета лейтенанта Тряпышко. Азимут. Дальность. Ракета-мишень летит на километровой высоте со скоростью 300 метров в секунду. В воздухе она лишь 40-45 секунд. За это время зенитчики должны схватить скоростную цель, сопроводить и уничтожить ее. Расчеты сработали четко. Жало ООС оказалось острым и стремительным. Обе ракеты-мишени были поражены. Но на этом испытания не закончились. В бой вступили переносные зенитные ракетные комплексы ИГЛА. Все три практических пуска оказались успешными. Отличились сержанты Александр Зыборов, Артем Анаськин и младший сержант Дмитрий Шлейников. За этих стрелков командир полка был спокоен. Артем Анаськин, например, служит у него в части уже пять лет. Участвуя в конкурсах, он стал лучшим стрелком-зенитчиком из ПЗРК сначала на флоте, потом в Южном военном округе, а затем и в Вооруженных силах. После оглашения итогов практических стрельб, состоявшихся на полигоне Капустин-Яр, представители военных округов и флотов взглянули на черноморцев по иному. Оказывается, лучше, чем они, зенитчики ЧФ. Не отстрелялся здесь никто. Не подвели и родные осы, что стало результатом качественного обслуживания техники, выполненного настоящими профессионалами. Специалисты, отвечающие за вооружение, а это и подполковник Дмитрий Гринев, и начальник службы РАФ капитан Виталий Гайдуков, свой экзамен также сдали на отлично. Еще там, на полигоне, после проведенного анализа стрельб, подведения итогов и объявления результатов стрельб заместитель командира армейского корпуса ЧФ генерал-майор Андрей Сирицкий одним из первых поздравил командира полка и его подчиненных с отличной стрельбой и убедительной победой. Главный экзамен учебного года они выдержали с честью. Впрочем, почивать на лаврах зенитчикам было некогда. Сразу после возвращения в пункт постоянной дислокации часть людей сразу же убыла на очередное учение в район полигона АПУК. А в скором времени планируется еще одно ответственное мероприятие боевой учебы, которое пройдет в районе активных действий морской авиации ЧФ. Владимир Посякин